Добрый день, уважаемые участники Всероссийской Олимпиады школьников по итальянскому языку, муниципальный этап. Я рада вас приветствовать на видео-разборе заданий этого года. Олимпиада по итальянскому языку была отдельно организована для участников 8-9 классов, а также для участников 10-11 классов. Олимпиада для участников 8-9 классов включила несколько аспектов. Задания по аудированию, максимальный балл 15, лексико-грамматический конкурс, максимально возможный балл 20 баллов, лингвострановедение 10 баллов, чтение 15 баллов. Таким образом, общее количество баллов, которое можно было получить за все конкурсы составляет 60 баллов. Это 8-9 классы. Задания для 8-9 классов проверяются по ключам. Перейдем с вами к заданиям 10-11 классов. Олимпиада для участников данных классов по итальянскому языку включает несколько аспектов. Задания по аудированию, максимальный балл 15, лексико-грамматический конкурс, максимальный балл 20, лингвострановедение, максимальный балл 10, чтение, максимальный балл 15, креативное письмо, максимальный балл 20. Таким образом, общее максимальное количество всех баллов за выполнение заданий 10-11 класса составляет 80 баллов. Задания по аудированию, лексике, грамматике, лингвострановедению и чтению проверяются по ключам. Поэтому сейчас мы с вами перейдем непосредственно к заданию креативное письмо. В этом году участникам Олимпиады 10-11 класса было необходимо написать электронное письмо своему итальянскому другу по теме о том, как поддерживать себя в здоровой форме. Максимальное количество баллов за данный конкурс составляет 20. Работа оценивается по нескольким аспектам. Содержание, максимальный балл 4. Организация текста, максимум 2. Лексика, максимальный балл 5. Грамматика, максимум 5 баллов. Орфография, максимальный балл 4. Давайте перейдем непосредственно к каждому из критерий. За содержание можно получить максимальный балл 4 балла. Если коммуникативная задача успешно решена, содержание раскрыто точно и полно. Участник проявляет творческий подход и оригинальность мышления. Сюжет понятен, динамичен и интересен. Текст передает личностное отношение автора к теме, его чувства и эмоции. Три балла получает если коммуникативная задача решена. Содержание раскрыто достаточно точно и полно. Участник пытается проявить творческий подход, что не всегда ему удается. Сюжет понятен, но недостаточно интересен. Тексту не хватает личностного отношения автора к теме. Два балла участник получает, если коммуникативная задача решена лишь частично. Содержание не полностью соответствует поставленным задачам. Участник не проявляет творческого подхода, ограничиваясь текстовыми штампами. Сюжет понятен, но мало интересен. Текст не передает отношение автора к теме. Один балл по такому критерию, как коммуникативная задача, можно получить, если она решена лишь частично. Содержание не полностью соответствует поставленным задачам. Тема раскрыта банально и не всегда понятен смысл написания. Ноль балла за коммуникативную задачу получает участник, если предпринята попытка выполнения заданий, но содержание текста не отвечает поставленным задачам. Текст не получился, цель не достигнута. В случае, если участник получает ноль баллов, то вся работа оценивается в ноль баллов. Также прошу обратить внимание, что объем креативного высказывания, который должен написать участник составляет 150-180. Перейдем к следующему критерию, такому как содержание, такому как организация текста. Максимальный балл за организацию текста составляет два балла. Два балла получает участник. Если текст организован в соответствии с замыслом, автор имеет вступление, основной часть и заключение. Текст разделен на смысловые абзацы. Все части текста логически связаны друг с другом. Один балл получает участник, если текст организован в соответствии с замыслом, автор, но не имеет четкой структуры. Есть вступление, но нет заключения или наоборот. Основная часть не подразделена на логические абзацы. Не хватает связующих элементов между ними. Ноль баллов за организацию текста участник получает, если текст не имеет четкой логической структуры. Отсутствует или неправильно выполнено начленение текста на абзацы. Имеются серьезные нарушения в связности текста и в употреблении логически. Третьим критерием, по которому оценивается креативное письмо, является лексика. Максимальный балл за лексику составляет пять. Участник получает пять баллов за лексику, если он демонстрирует лексический запас, необходимый для раскрытия темы. Точный набор слов и адекватную лексическую сочетание. Работа не имеет ошибок с точки зрения лексического оформления. Допустима одна лексическая неточность ошибок. 4 балла. Участник демонстрирует лексический запас, необходимый для раскрытия темы. Достаточно набор слов и лексическая сочетаемость. В работе допустимых не более двух лексических ошибок, не употребляющих понимание текста. Три балла. Участник демонстрирует лексический запас, необходимый для раскрытия темы. Достаточно набор слов и лексической сочетаемости. Работа имеет не более трех-четырех лексических ошибок, не затрудняющих понимание текста. Два балла по такому критерию, как лексика, получает участник, если в целом лексические средства соответствуют заданному содержанию. Однако имеется пять-шесть ошибок в выборе слов и лексической сочетаемости. Используется в основном стандартная однообразная лексика. Один балл. В целом лексические средства соответствуют заданному содержанию. Однако имеется семь-восемь ошибок в выборе слов и лексической сочетаемости, которые усложняют понимание. Используется стандартная, однообразная лексика. Ноль баллов по такому критерию, как содержание, получает участник, демонстрирующий крайне ограниченный словарный запас. Имеются многочисленные лексические ошибки, более восьми, которые затрудняют понимание техники. Имеются к четвертому критерию – грамматика. Максимальный балл по грамматике – 5. Его получает участник, если он демонстрирует грамотное употребление грамматических структур в соответствии с коммуникативной задачей. Работа не имеет ошибок с точки зрения грамматического оформления. Допустима одна грамматическая неточность или ошибка, при условии, что этот грамматический материал не является обязательным, для данного уровня владения языком. Четыре балла. Участник демонстрирует грамматное употребление грамматических структур в соответствии с коммуникативной задачей. В работе допустимо не более двух грамматических ошибок, не затрудняющих понимание текста. Три балла. Участник демонстрирует корректное употребление грамматических структур в соответствии с коммуникативной задачей. Работа имеет не более трех-четырех грамматических ошибок, не затрудняющих понимание текста. Два балла за грамматику получает участник, который демонстрирует корректное употребление грамматических структур в соответствии с коммуникативной задачей. Работа имеет 5-6 грамматических ошибок, в том числе грубых, не сильных, нарушающих понимание текста. Один балл по грамматике участник получает, если работа имеет 7-8 грамматических ошибок, в том числе грубых, которые усложняют понимание текста. Ноль баллов за грамматику получает участник, работу которого имеют многочисленные грамматические ошибки, более 8, которые затрудняют понимание текста. Еще один критерий, по которому оценивается креативное письмо, это орфография. Максимальный балл за нелю составляет 4. Участник получает 4 балла по орфографии, если он демонстрирует грамотное владение на орфографии. Работа не имеет ошибок в точке зрения правописания. Допустима одна ответ в орфографические ошибки, не нарушающие понимание текста. 3 балла за орфографию. Участник демонстрирует грамотное владение навыками орфографии. В работе имеется не более 3-4 ошибок в правописании, не затрудняющих понимание текста. 2 балла получает участник, если он владеет навыками орфографии, но в работе имеется 5-6 ошибок в правописании, в том числе не сильно затрудняющих понимание текста. 1 балл за орфографию получает участник, если в работе имеется 7-8 ошибок в правописании, в том числе не сильно затрудняющих понимание текста. 0 балла за орфографию получает участник, в работе которого имеется более 8 ошибок в правописании, в том числе затрудняющих понимание текста. Обратите внимание, что пунктуация итальянского языка в баллы не включена. Отсутствие ударения оценивается в одну сторону ошибок. 1 балл в работе может быть снят за такие критерии, как 1. Небрежное оформление рукописи, наличие множества помарок, а также если в текст включены заранее заученные фрагменты тем, которые выглядят как инородные вкрапления. В случае, если объем письменного творческого высказывания меньше 130 слов, работа не подлежит проверке. В случае, если объем письменной работы больше 198 слов, проверяется только это количество слов, остальное не проверяется. Пожалуйста, еще раз обратите внимание, что объем письменного высказывания составляет 150-180 слов. Таким образом, уважаемые участники, мы с вами рассмотрели критерии, а также максимальные баллы, которые можно получить за Олимпиаду. И вот что касается креативного письма, также хотелось бы отметить, что 1 балл, да, мы сейчас говорим про 10-11 классы, 1 балл может быть добавлен за творческий подход к выполнению и поставлению задачи. Я надеюсь, что все аспекты данного разбора были понятны. Я желаю вам новых успехов, дорогие участники, новых достижений и не останавливаться на достижении. Всего вам доброго!